Сегодня в четверти школы Литвы учителя после звонка не спешили на первые два урока. Литовские профсоюзы образования вместе с преподавателями организовали двухчасовую предупредительную запастовку. С ее помощью они солидарно хотели напомнить власти, что она обязана обратить внимание на требования, выдвигаемые учителями. Педагоги страны требуют изменить систему финансирования школ, отложить запланированную аттестацию преподавателей, откорректировать порядок оплаты труда. Забастовка – это не требование больших зарплат или дополнительного финансирования образования. В целом мы требуем не ухудшать и так непростой ситуации. Это значит не увеличивать число учеников в классах, что ухудшает качество процесса обучения и условия работы учителей. Не закрывать и без того бессмысленные реформированные маленькие деревенские школы, из-за чего увеличивается социальная изоляция. Уменьшаются возможности детей получить образование в провинции и учителя теряют работу. Этой забастовкой мы стремимся показать остроту проблем. Подсчитанный индекс настроения пользователей в начале этого года по сравнению с результатами декабря прошлого года поднялся на 5-процентных пунктов. В январе месяце уменьшилось число жителей, считающих, что экономическая ситуация в Литве ухудшится. Более оптимистичны и финансовые прогнозы, касающиеся домашних хозяйств. Замечено, что меньше жителей в январе уменьшили свои личные расходы. После встречи министров финансов в стран Еврозоны, длившейся почти 12 часов, согласована программа финансовой помощи Греции. Достигнутая договоренность предусматривает, что государственный долг Греции до 2020 года будет уменьшен на 120,5% ВВП. Также страна получит кредит в 130 млрд евро от Европейского Союза. В обмен на финансовую помощь Евросоюза и Международного валютного фонда Греция была вынуждена принять план уменьшения государственных расходов. Третий год подряд Литва занимает лидирующую позицию в Европе в сфере развития оптоволоконных сетей. По данным международного исследования в Литве, интернетом, передаваемым посредством оптоволоконной сети, пользуются 28,3% жителей. Второе место в этом рейтинге занимает Норвегия, третье – Швеция. Распространение оптоволокона в Литве за прошлый год увеличилось на 3, в Норвегии – на 2, а в Швеции – на 0,4%. В мире Литва занимает четвертое место после США, Гонконга, Японии и Тайвани по развитию оптоволоконных сетей. Одну из первых современных оптоволоконных сетей в Литве, SkyNet, начала развивать компания Пиньку Континенту Коммуникацию Центрос. Сегодня своим клиентам она предлагает самый быстрый интернет в стране со скоростью 1 гигабит в секунду. До Пасхи осталось 46 дней, и сегодня в Литве наряду со многими европейскими странами начали праздновать Масленицу – праздник проводов зимы и встречи весны. Посмотрите, поучаствуйте в обряде сожжения чучела вильнюсцы смогут в микрорайонах Пилайте, Лоздину, Вершулишку, а также в Учительском дворике. Сегодня прошла презентация, начинающаяся уже в этот четверг, 13-й международной вильнюсской книжной ярмарки. Вместе с лозунгом «Открой мир» в этом году посетителей мероприятия ждет множество новшеств. Если говорить о программе мероприятия, то в этом году она особенно насыщенная и интересная. Конечно, мы представим много новинок и новостей, будет много встреч, новых авторов и книг. Таким образом, за четыре дня выставки в целом пройдет 378 мероприятий. Еще одна хорошая новость – в этом году посетители до выставки «Литэкспо» будут довозить бесплатные автобусы. Они будут курсировать от кафедральной площади до выставочного центра и обратно. Они будут обозначены специальной атрибутикой, и за это мы должны поблагодарить Вильнюсское самоуправление. У баскетболистов «Литвоз Ритес» появилась возможность закрепить свое место в восьмерке лучших клубов турнира Европейского кубка. Для этого им необходимо во вторник вечером в Сименс-арене с любой разницей очков обыграть краснодарский локомотив. Победа обеспечила бы клубу «Литвоз Ритес» путевку на отборочные игры Европейского кубка в марте. Первая ракетка Литвы Ричарда Сберангес в таблице рейтингов профессиональной теннисной ассоциации поднялся со 158-го места на одну позицию. Другой литовский спортсмен Лауринес Григялис поднялся с 213-го на 205-е место. Сейчас в рейтинге ATP лидирует Новак Джокович. На втором месте испанец Рафаэль Надаль. Этим вечером в нашей стране температура воздуха будет держаться на отметке минус 1, а завтра днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Синоптики предупреждают, что на многих дорогах страны образуется гололед, поэтому будьте осторожны при вождении.